Человек в кипрской команде, он капитан. Высокая передача. И сразу же опасный момент. Да. И моменты, честно говоря, неприятные. Позволили пробить. Мне на мгновение, честно говоря, даже показалось, что мяч в сетку влетел. Я так тревожно сжался тут в кресле. Давайте мы еще раз посмотрим. Вот мяч выбивает не очень ловко Игнашеевич. Посмотрите, удар-то с ходу, с лету. Да, не точно. И, мало того, вроде бы Игорь Акинфеев реагировал. Но если бы мяч попал в створ, то, в общем, неизвестно, как бы оно все еще и получилось. Сейчас забил в первом матче в ворота Нартосиса. Тошич в стенку попал. Зоран Тошич. Березутский. Бросает мяч вперед. И сразу же попробовал именно Тошич вступить в борьбу. Мало того, он эту борьбу выиграл. Загоев. Мягкая передача. Вперед, Думбия. Было положение вне игры. Тем не менее, Вуарис развернулся. Он тоже может и пробить. Сергей, мы это прекрасно знаем. Что он, между прочим, и делает. Мяч летит где-то на метр выше ворот. Цеку Алиса справа. Рамос с мячом. Хорошая передача. И Лаборде продолжает, ну, не то чтобы терроризировать, но беспокоить армейскую оборону. Он колумбиец. Причем подписан совсем недавно, только лишь в июле этого года. Ему 22 года. Считается здесь на Кипре очень таким большим и серьезным дриблером. Но на этот раз Альваро Брачи будет бить по воротам армейцев. Удар. И опять чуть-чуть не точно. Да, примерно в ту же зону, где и находился Игорь Акинфеев. Пытался аккуратненько сыграть испанский защитник Альваро Брачи, но мяч не попал в стул. Колумбиец Лаборде, Франтини Аргентинец, ну и так далее и тому подобное. И вновь длинная передача вперед. Нет, Акинфеев выходит из ворота и мяч забирает. Так же, как Янис Окас. Тошич. Секу. Обыгрывает двух соперников. Здорово! Думбия! Переиграли немножко армейцы. Так все изящно было. Щеников. И навес. Можно пробить. Все еще можно пробить. Секу. Но армейцы не бьют. Тем не менее, Щеников бросается в отважный подкат. Навес. Воздух проиграли. Удара, правда, не последовало. Аргентинцев много в составе. Тренер. Тренер аргентинец. Так что это объясняется просто. Загоев. Дальний удар поворотом. Прикошетом от газона. И Франтини. Это касается и Казасика. Дальняя передача немножко неудачная. Это касается и Рональда Гарсии. Секу. Вернулся. Помог Секу. Шимберс как урывок совершает. И ждет. Как раз ждет, чтобы Секу набрал ход. Так оно и происходит. У нигерийца будет шанс обыграть соперника. Обыгрывает. И передача получается. Но мяч уже практически уходил за пределы поля. Сделал свои самые-самые первые шаги. Такие, ну, уже более-менее серьезные. Под его присмотром. Мячом много владеет Наркушев. Снова неприятный момент. Не точно. Желтая карточка все-таки. Игнашевич. Тошич. Обыгрывает. Хорошо. И прострел. Едва-едва в свои ворота не срезали. Вот вам и не очень скоростное. Сейчас именно используется красное. И качество Тошич ушел от соперника и прострелил. Брачи очень хорошо обыграл. А тут-то, если бы не... Вот мы сейчас и посмотрим. Удар со штрафного блестящий. И Матушка Зачек себя проявляет. Очень хорошо проявляет. Доставай мяч фактически из-под перекладины. Давайте мы еще раз посмотрим. Да, он прекрасно умеет выполнять стандарты. Мяч ведь летел под перекладину. В свободную зону сейчас пошла передача. И очередная атака Анартусиса. Анартусиса. Высокая подача. Справляется Атинфеев. Перебрасывает мяч через перекладину. На вес. Нет, неудачно. Савио. Бразилец, в свое время поигравший за мадридский реал. Я думаю, что многие это помнят. Дальний удар Агнашевича. Высокая очень передача. Опять они в воздух выигрывают. Что, еще один угловой будет? Ай-яй-яй. Еще один будет. На вес. Георгио. Опять он первый был на мяче. Этот Георгио. Немножко тоже выпадал, но вроде как исчезло это ощущение к концу первого тайма. А вот Алиса не то чтобы выпадает, но пока действует немножко не в попад. Думбия. Хороший какой удар. Вот он Думбия. Собственно, то, что прекрасно умеет делать Вагнер в нужный момент. Обыграл и пробил в дальний угол. Вы посмотрите, в фронте не как легко обошел. И удар плотный какой. Попал бы в створ. Березуцкий. Думбия. Обыграл соперника. Тошич. Пробил в итоге Тошич. Хотя там Шимберас открывался. Можно было попробовать и передачу сделать. Хорошо. Все хорошо. На минуту показалось, что удар будет опасный. Скорость явно станет больше сейчас на левом фланге у ЦСКА. Думбия. Но может быть обыгрывать один в один, что он и делает. Нашел место, пространство. Дальше пробил и пробил очень-очень плохо. Шимберас. Загоев. Хонде. Хорошая передача. Думбия. Ну доиграть бы. Ну почти доиграли. Думбия хотел уж совсем мяч протащить по лицевой линии. По линии ворот не получилось. Передача налево. И отважно как понеслись вперед футболисты Анартосиса. Повнимательнее с ними Кафо. Забили все-таки. За 15 минут до конца 1-0. Ну или 1-4 для Анартосиса и 4-1 для нас. Дали свободное пространство Кафо. И он пробил. Пробил так, что Акинфеев до мяча дотянулся. Но справиться с этим ударом не смог. Давайте мы еще раз посмотрим. Это вышел на замену Хаце Георгию. Прошел. Хорош какой-то проход был. И Кафо, не позволяя защитникам на себя выскочить, сразу же пробил. Проход отличный был. Официально, кстати. Интересно. Но я думаю, что Википедия нас спасет. А ЦСКА спасет только улучшение качества собственной игры. Еще один дальний удар. Спокойная игра Кафеев ловит мяч. Давайте мы еще раз посмотрим. Еще раз посмотрим, как мяч достался Кафу и как он пробил. Гонсалес навешивает. Мяч уходит в сторону от ворот. Пять минут до конца основного времени. А может взять бы сейчас, да сравнять этот самый счет. Неприятно же Анартосису проигрывать. Вот тут, например. Два раза в перекладину. Еще раз. Взяли, да и сравняли. И Думбия это проделал. Замечательно. Дважды мяч попадал в каркас ворот кипрской команды. И с третьего раза все-таки армейцы выровняли положение. Думбия забивает свой третий мяч в ворота Анартосиса. С чем мы его и поздравляем. Матушка Зачек вылит из цикла плите коса. Смотрим еще раз. Подача с углового. Здесь вмешались защитники. Здесь Сергей Игнашевич нанес чудо-удар. Жалко, что не гол. А здесь Думбия. Неужели так бил, а? Да бил, наверное. А что он еще мог сделать? Все-таки отправляет мяч в сетку. 1-1. Негоже Анартосисом проигрывать. При всем к ним уважении. Кафу. Дальний удар по воротам. Акинфик бедром парирует. Кафу снова с мячом. Дальняя передача. Березуцкий. Хонда. И снова Хонда. Вот что любимая, кстати, Хонда атака. Шемберос. Гонсалес. Удар был. Гол. Ха-ха. Вот это было здорово, действительно. Полная неожиданность для голкипера. Марк Гонсалес забивает мяч. И ЦСКА, похоже, выиграет и эту встречу тоже. Удар у Гонсалеса классный. Удар у Гонсалеса поставлен. Нам это давно известно. Все видят уже об этом, помню. Все ждали от него подачи. А Гонсалес неожиданно ударил в ближний угол. Ну, голкипер, конечно, запустил бабочку. Но это его голкипера проблемы. Здорово. 2-1. ЦСКА показал класс. При всей невыразительности собственного футбола на протяжении большей части матча. Дают достаточным запасом класса и мастерства, чтобы даже вот таким хитрым образом сравнивать счет. Думбия забивает первый мяч. Ответный мяч. Марк Гонсалес, воспользовавшись ошибкой голкипера, показав, что будет сделать передача, вдруг наносит удар прицельно. Много больше владел мячом. Малтован Артосис...